Добрый день, уважаемые саровчане! Сегодня 12 ноября, и я предлагаю вам вместе со мной проанализировать ситуацию с коронавирусной инфекцией в городе Сарове для того, чтобы сделать практические выводы и соблюдать меры необходимые для сохранения своего собственного здоровья. Итак, давайте конкретно по пунктам. Итак, первое – уровень заболеваемости. Сейчас сложилась напряженная ситуация с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями. Это сезонный, так называемый, подъем. И доля в этих острых респираторных вирусных инфекциях различной теологии, доля коронавирусной инфекции достаточно высока. Причем такая ситуация наблюдается не только на территории города Сарова, но и на сопредельных территориях и в других регионах Российской Федерации. Значит, у нас на сегодняшний день всего инфицированных 4646 человек. И прибавка в ноябре, вот за эти 12 из тех же дней ноября, составила 1119 случаев. Это четверть от всех наших выявленных заболеваний в 2020 году. Это, конечно, очень много. Это большой прирост. И примерно, если вы разделите на дни, получится в среднем 93-94 человека в день. Выздоровевших при этом в общей сложности на сегодняшний день 2401 человек. Прибавка в ноябре по выздоровевшим составила 553 человека, то есть в среднем по 43 человека в день. Это те, кто заболел еще в октябре и сейчас выздоравливает. Вы видите, даже вот по этим цифрам уже можно понять, что практически как минимум в два раза у нас прирост заболеваемости, ежедневный прирост заболеваемости. То есть мы наблюдаем существенный рост сезонного подъема ОРВИ, среди которых львиная доля – это коронавирусная инфекция. Но и поскольку коронавирусная инфекция ставится только в том случае, если это подтверждается тестированием, то все очень просто. Там, где выше охват тестированием, в этих регионах и выше коронавирусная инфекция. Это видно в целом по регионам России, это видно по территориям, обслуживаемым федеральным медико-биологическим агентством. И тут все просто. На сегодняшний день у нас охват тестирования превысил уже в пересчете на 100 тысяч населения в среднем сзади, превысил 700. При том, что этот показатель по России установлен как норматив в 150 и фактически находится на уровне около 200 в большинстве городов Российской Федерации. Поэтому делайте отсюда вывод. Второе – тяжесть заболевания. Сейчас у нас за вычетом тех, кто уже выздоровел или кто умер, болеющих у нас сейчас на сегодняшний день 2223 человека. И из них 208 человек – это лица с тяжелой и средне-тяжелой формами заболеваниями. То есть на сегодняшний день это 9,3%. И тут мы видим, что в течение тяжести заболевания тоже ничего не изменилось. Это все те же за весь период наблюдения в 2020 году тяжесть заболевания, то есть заболевания в тяжелой и средне-тяжелой формы не превышала 10%. Тоже сейчас и остается. Но поскольку мы, если переведем это из процентов в абсолютные цифры, и мы видим, что если заболевших больше, соответственно, и больших людей в тяжелых и средне-тяжелых формах, это те люди, которые требуют обязательно госпитального лечения, которые требуют специального оборудования, обученных врачей. И, конечно, это число больных выросло, и это потребовало развествования дополнительных коек, перераспределения профиля медиков, их обучения, направления их на работу с больными ковид. И вот это мы совершенно четко видим. Третье – летальность. Из 4646 всех инфицированных за весь период у нас на сегодняшний день умерло 22 человека. Прибавка, опять же, за ноябрь составила 9 человек. И по-прежнему летальность у нас в городе тоже в процентном отношении не изменилась. Она чуть менее 0,5%. Но опять, если мы переведем это в абсолютные цифры, понятно, что чем больше болеющих, тем больше, значит, умирающих. И на этом фоне мы с вами теряем наших людей. Для сравнения, кстати, показателей летальности в России в целом она составляет 1,7%. В Москве с ее прекрасной медицинской базой, с огромным количеством специализированных коек, она составляет 1,5%. В Нижегородской области чуть менее 2%. Вы можете, товарищи, сравнивать и, конечно же, не делать такие выводы, что на самом деле летальность большая, что у нас умирает много и что у нас не умеют лечить. На самом деле и этот показатель у нас лучше. Четвертое. Группы риска. Вот давайте сразу по умершим, вот по этим 9 новым людям, про которых мы с вами еще ни разу не говорили. Вот у нас умерло в ноябре 8 мужчин и 1 женщина. Женщина 66 лет и мужчины. Тут только вот один моложе 60, 58 лет он. Остальные все еще 1,60, остальные все 68, 69, 77, 86. Основная масса – это лица старше 65 лет. Вот вам первый очень важный фактор, относящий человека к группе риска. И, конечно, у всех у них, несмотря на возраст, есть, была, вернее, теперь уже люди ушли от нас, была серьезная очень сопутствующая хроническая патология. И я тоже ее назову для того, чтобы те, у кого есть эти заболевания или родственники наши с этими заболеваниями, чтобы к ним относиться более настороженно. На первом месте это по-прежнему сахарный диабет, дальше идут гипертония, кардио- и церебральный атеросклероз, цирроз и другие заболевания печени и злокачественные новообразования. Таким образом, мы видим, что умирают в основном люди 65 и старше с хронической серьезной патологией. Пятое – места заражения и пути, по которым идет заражение. Но путь остался все тот же самый, товарищи, воздушно-капельный. Основные места. Вот львиную долю, до 90% сейчас заболеваний, составляют основных два места заражения. Первое – это близкие контакты. Это контакты с нашими родными, причем как в местах нашего совместного проживания, так и за пределами города. В основном это, конечно, домашние наши очаги. И второе – это заражение в различных поездках. В основном это отпуска и командировки. И вот сюда, соответственно, раз здесь есть опасность заражения, раз она сосредоточена именно в личных, близких контактах людей, как в городе, так и за его пределами, именно поэтому сюда и должна быть направлена наша вся профилактика и основные меры. Итак, подводим итоги и делаем практические выводы и оговариваем четко пути профилактики. Первое – ограничение контактов до разумного минимума, как с посторонними людьми, так и со своими близкими. Второе – резкое сокращение поездок, особенно на отдых, экскурсии, шоппинг, но в том числе и встречи с дальними родственниками и со своими знакомыми. Третье – при общении с коллегами, знакомыми, вообще другими людьми соблюдать надо социальную дистанцию не меньше полутора метров и использовать средства защиты органов дыхания, в первую очередь защищая свой нос, а не только подбородок и рот. Потому что через нос мы дышим и через нос поступает к нам основная масса инфекционного агента. Четвертое – при появлении больного любой остро-респираторной вирусной инфекции в доме желательно выделить ему отдельную комнату, отдельное полотенце, отдельную посуду, чаще проветривать помещения жилые, проводить влажную уборку, мыть руки, соблюдать здоровый образ жизни у всех совместно проживающих, где на первое место выходит сон, полноценное питание и двигательная активность обязательно, несмотря на то, что вы находитесь в помещении и не можете выйти в спортивный зал. Пятое, наиболее важное. Вот все те меры, о которых мы говорили, их особенно нужно соблюдать и усиливать, эти меры предосторожности в отношении лиц, относящимся к группам риска. Повторюсь, что это лица 65+, по годам и с сопутствующими хроническими заболеваниями. И, наконец, шестое, это при появлении симптомов заболевания остро-респираторными вирусными инфекциями нужно не выходить на работу, прекратить всякие контакты с посторонними людьми, не паниковать и спокойно лечиться на дому или в стационаре в зависимости от того, что предложат медицинские работники. Саровчане, дорогие мои земляки, у нас только эти меры помогут нам сейчас в нашей сложившейся ситуации сохранить там здоровье, жизни и добрые отношения. Самоконтроль и дисциплина – вот девиз сегодняшнего дня. Я желаю вам всего наилучшего. Будьте здоровы и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok